здравствуйте дамы и господа экспресс-вывод экспресс-обзор по таем находящимся пока во владении электронным книгам пока 2 из них не продал в начале года я купил бы ушный вернее в конце двадцать третьего года купил бы уж на kindle 5 счастливо пробегал за ним два с половиной месяцев под конец второго месяца взял себе onyx books nova по той простой причине что мне нужен был стилус да то есть я как старый владелец кпк был еще galaxy note 4 купленный по-моему год назад тоже посмотреть нужно это мне или нет размер экрана у нова это 7 и 8 соответственно если взять обычный kindle 5 наверно будет вот такой вот потом покажу как он выглядит на фоне фенпайда 250 и в общем вот это сие девайс в состоянии бу обошелся мне по моему в 1022-25 не помню с приключениями это у нас как вы понимаете планшет на андроиде с электронными чернилами собственно как и ноут onyx books ноут первого поколения двадцатого года выпуска но и покетбук это единственная чисто электронная книжка ну в каком-то смысле конкурент киндла то есть ограниченная скажем так функциональность с большим экраном на самом деле onyx это конкурент скрайб здесь у меня есть текст написанный в чуть не сказал о варнауте в obsidian и вы можете посмотреть как он у вас тут выглядит книжка нова про была куплена с приключениями из чего будет и трудно слить но это будет по другому видео всем на меня радовало по сравнению с киндлом и размером экрана и функциональностью и возможность писать стилусом и андроидом и установкой сюда моих любимых приложений еще со времен кпк самое главное это естественно о лейдер и о нем ролик как неожиданно стал главным на канале про мак и давно не рассказывал надо будет возобновить на эти приложения и я понял что экранчик как-то меня что-то маловат то есть с одной стороны я стал читать меньше то есть если взять во имя киндла то на киндле я прочитал больше книжек в два раза чем на этом и я даже выкладывал ролик с чехлом пластиковым пластиком деревянный который я делаю из из дерева в общем книжки стало не хватать в том плане что туда-сюда таскать его уже опасно боязно потому что он стоит больше двадцати тысяч и я стал читать меньше а если читать уже только дома по этот экран уже маловат ну и pdf тоже необходимость возникло их чтение а 7 и 8 это минимальный комфортный размер хотя и лучше чем эти 6 дюймовые которые были до этого у меня еще был магеллан и покетбук 610 там или 601 613 ну понимаете чё это попытки сэкономить в мае этого года был визненаграде взят практически новые но был в стране покетбук 700 970 и эта книжка стоил по моему в районе 15 16 тысяч рублей и она за глаза подойдет 95 процентам людей то есть это не те книжки которые были 10 лет назад то здесь есть вай-фай электронные библиотеки браузер есть приложение возможность синхронизации через собственное облако можно получить дурбокс есть словари да здесь ограничены функционалы больше чем заложено производителем вы здесь не добавите но синхронизации чистую тот же дурбокс там собственную библиотеку которая кстати не не использовал или отправка чуть не сказал kindle книг по почте этого функционала хватит будет большинству более чем и тем более такая книжка с таким размером экрана очень подойдет вашим пожилым мамам папам то есть по качеству сборки пластмассе ничего не лифтит не критит ничего не отваливается всеядные опять же так же как и все ониксы покетбуки отличает киндов там сюда можно кидать любую книгу и она у вас будет открываться комплекте по моему не знаю идет или не идет чехол но вот тот чехол который мне дали нет в комплекте по моему не идет отдали вместе с пакетбуком это вообще находка то есть дайте кому-нибудь из родственников там маме папе и дедушке бабушке если они много читают заливаете сюда всю библиотеку и человек кайфует это первая книжка когда я понял что мне нужен большой размер электронной книги вот честно говоря вот вот на этом стал читать меньше чем на этом но опять же сюда только заливаешь книги и только читаешь спрашивается что же тебе еще надо собака как говорил иван грозный да то есть залил книги читай и я естественно стал много читать то есть там всякие книжки таблицы и всякое прочее которое здесь можно читать вот в таком режиме это как говорится одна радость то есть вы увеличиваете вы здесь видите и читаете полноценный pdf никаких вопросов к этой книге у меня нет то есть для чтения для чтения она более чем но если вы захотите в этой книге что-то начать выделять кстати вот старые видео посмотрел люди жаловались на то что здесь маленькое разрешение идите в жопу как человек теперь с почти стопроцентным зрением после его коррекции я вам скажу что здесь хватает более чем то есть если вы откроете естественно книжку сделаете шрифт поменьше вам будет естественно разрешение не хватать но извините меня какое вам нужно разрешение вот это разрешение сколько вот начата оникса по моему не от меня показывать сколько здесь разрешения но все равно это 97 дюймов это старые айпеды вот эти один два три четыре пять никто мне мешает сделать его больше а за счет больше диагонали у вас и влезет больше то есть вот так вот читать бабушкам я думаю будет даже удобно без очков за счет того что здесь есть нормальные физические кнопки кстати есть акселерометр то есть можно вертеть крутить под левую руку под праву то есть это идеальная книжка для подарка пожилым родителям считаю это до сих пор вот закрылся заснула живет я ее за месяц не заезжал ни разу то есть закачиваешь через вайфай книги и отличная штука но но я пришел все таки к к чтению и записи на электронных чернилах то есть формате планшета на электронных чернилах потому что вот собственно она все то есть если вы хотите понять почему я перешел на оникс бокс вы можете собственно сделать поставить видео на паузу и прочитать черновик этого видео я кайфанул от этого устройства то есть несмотря на двое по вам большую цену сюда еще сейчас мы так решились решились экрана нет нет не лишились тут кстати пленка наклеена мы будем надеяться я здесь не убил где девайс он металлический им как айпадом приятно пользоваться здесь больше разрешение здесь больше экран то есть вы видите по сравнению с покетбуком по высоте они там примерно одинаковые вот по ширине здесь у нас пошире что будет примерно где-то на сантиметр и я кайфанул сравнению с покетбуком или ониксом старого вот эти по-моему здесь 9 новая про поддерживает 9 неофициальную прошивку здесь стоит 10 и процессор по моему такой же как у меня стоял на mi maxi 2 либо чуть-чуть поновее то есть это 10 android нормально работающий wi-fi интерфейсы и новые прошивки и сюда можно присоединить я собственно и присоединил Logitech с куклуатурой где-то она у меня там валяется и вот весь этот текст я напечатал на этом планшете сюда можно поставить точно также все приложения какие вы хотите это полноценный android со своими естественно ограничениями и та возможность которая тут есть с редактированием заметок с pdf-ами айсунками это конечно песня то есть вот если у вас был когда-то кпк если вы такой же старый как и я то вы кайфанете от самой возможности что-то здесь написать нарисовать и потом все это у вас будет распознаваться и трансформироваться текст причем русскоязычный распознается отлично это кстати одна из причин почему я не взял kindle scribe то есть вот эта брушка мне обошлась в 30 тысяч в 30 тысяч можно взять начальный kindle scribe с начальным стилусом то есть без этого без стилуса стилус без стирки как он без ластика на обратной стороне и 16 гигов внутренней памяти здесь стоит 32 из них свободно по моему по моему по моему 20 и я не думаю что она быстро забьется это единственный достаток который я вижу то есть здесь не решаемая память и аккумулятор по моему сегодня на 3000 я очень ни разу не заряжал здесь у нас здесь у нас 3000 миллиампер девушка которому это продала тоже как и pocketbook не особо им пользовалась то есть три дня назад я его включил и вот он 12 часов работает от от экрана но экран как понимаете здесь много не есть он больше сожрала там синхронизация с drop sync закачка приложения обновления и все остальное прочего кстати девушка его не обновляла че хочу сказать а вот оникс букс ноут это первая книга электронная на моей памяти в котором не возникла мысль вот не открыть интернет не полить смартфон в ноутбук там а вспомнить что у меня есть электронная книга там есть электронная книжка формате и можно не лезть в google а вот этой вот книжки которые ты сейчас читаешь открыть нажать поиск и искать там сейчас я обновил библиотеку поэтому не видит и я вот поймал себя на мысли что это первая электронная книга современ оникс букс магеллан где у меня эта мысль появилась то есть несмотря на то что как я прочитал много книг на у них и вот это много как и там рисовал подчеркивал здесь то естественно делать удобнее полноценный pdf по весь рост полный формат поддержку от этого стилуса кстати которые они слезали с айпада которая магнитится также акселерометр и все возможности android то есть я сюда поставил obsidian и вы можете в солнечную погоду подключил bluetooth клавиатуру печатать сюда тексты я доволен доволен оникс букс жалко что я потратил деньги на pocketbook то есть pocketbook у меня уйдет куда-то наверно на продажу потому что никому из моих родственников эта железка оказалась не нужна оникс букс уйдет нового тоже потому что она как-то иметь две электронных книги я скорее себе киндл возьму чем киндл за 5000 который мне будет жалко разбить сюда можно точно так же поставить вот это приложение киндл если надо синхронизировать сюда не хватает только чехла который опять же в комплекте не идет нового же железка я всячески доволен не знаю насколько я буду читать не хотелось бы чтобы я читал в два раза меньше чем вот на том ониксе но вот этом этим ониксом я вот кайфанул это вот первая железка со времен покупки года назад macbook арьер на m1 от которой я прям подпрыгнул то есть вот я может я потом пожалею что не купил бушный айпад на 256 гигов там какой-нибудь девятой версии ну вот для чтения выделения pdf и владения android планшетом где то здесь есть пока фон то есть вот вы пишете заметки на пока фоне синхронизируйте их на у них с буксе если надо потом через дурбокс тоже самое синхронизируйте их на макбуке с айфоном конечно будет затык но вот формате режима чтения я не знаю я кайфую видео уже минут пять можно было завершить но вот это неподробное видео это первое впечатление я в восторге от этого устройства всего за четыре пять дней его использования то есть как лежит в руке как он металлический какой он стеклянный то есть это все стекло как он работает на стилус и как он на них отлетается как как то все вот это это как говорится одно мне не хватало именно этого устройства он у меня получилось появилась и это какая-то радость я вам скажу захотел выделил захотел сократил тут кстати старый стилус со стиркой должен работать блин если это устройство будет в режиме электронной книги без работы экрана с подсветкой работать несколько но хотя бы неделю это победа будет это черновик видео macbook air будут вопросы задавайте я не думаю что в ближайшие недели две продам хотя бы покетбук или оникс пока не у меня на руках задавайте вопросы что надо напишу скажу и объясню все лучшего подписывайтесь